Какая радость сегодня. Кажется, что вся атмосфера кипит ею, как будто ангелы поют. Особенностью Ханумана было то, что он был ангелом. Ангелы рождаются ангелами. Они ангелы. Они не люди. Они рождаются с ангельскими качествами. Но сейчас все вы из людей превратились в ангелы. Это величайшее достижение Сахаджа-йоги. Ангелы рождаются с качествами, которые видны у них с самого раннего детства. Первое, это они не боятся неправды, лжи. Они не беспокоятся о том, что им скажут люди или о том, что они потеряют в жизни. Для них истина – это их жизнь. Они дышат ею. А все остальное не имеет для них значения. Это первое великое качество ангела. Он пойдет на все, чтобы установить истину, чтобы защитить ее, а также защитить тех людей, которые пребывают в истине. Повсюду имеется такое большое количество этих ангелов. На левой стороне у нас есть данные, на правой ангелы, которых на санскрите или любом другом индийском языке называют «дэйт муки», то есть «посланники богов». А сейчас вы так же, как они. Вы все сейчас ангелы. Единственное, что вас отличает, это то, что вы не знаете, что вы ангелы. Они же знают это с детства. Если вы узнаете, что вы ангелы, тогда все ваши качества засияют. Вы удивитесь, что сможете так легко поддерживать в себе эти качества. Любой ценой вы будете придерживаться истины, потому что вам дано было это право. Вам было дано это особое благословение, это особая защита со стороны Божественной силы, которая выражается в том, что если вы придерживаетесь правильных вещей, если вы придерживаетесь правильных вещей, если вы придерживаетесь истины, тогда вам будет оказываться всевозможная помощь, чтобы защитить вас. Ангелы знают это. Они уверены в этом. У них есть эта уверенность. У вас же ее нет. Все еще вы иногда думаете, возможно да, возможно нет. У вас сохраняется прежний стиль. Но поверьте мне, вы ангелы. У вас есть все их силы, а какие у вас есть права? Люди не могут взять верх над вами. Это особенность ангелов, не святых. Святым можно манипулировать, его можно мучить, его можно беспокоить. Так же могут вести себя и инкарнации. Они принимают это. Они хотят, чтобы с ними были проделаны все эти религиозные подвиги, с тем, чтобы создать прецедент в своей жизни, чтобы выразить себя более динамичным образом. Если бы не было раваны, не было бы рамаяны. Если бы не было концы, не было бы Кришны. Поэтому инкарнации берут на себя существующие проблемы, а также борьбу со злом. Иногда у нас возникает чувство, что они страдают, но они не испытывают страдания. Ангелы же относятся к особой категории. Они не берут на себя никаких проблем. Они просто решают их. Если существует какая-то проблема, это ангел решает ее для святых, а также для инкарнации. Иногда приходится говорить им, не бросайся на нее сейчас, потому что сейчас наше время работать на сцене. Ты бросишься на ее решение, когда мы тебя об этом попросим. И они стоят в готовности у дверей, чтобы броситься на нее в нужный момент. И они с такой охотой ждут этого. И они константы. Вы можете полностью положиться на них. Возьмем, к примеру, Шри Ханумана, которого вы знаете как ангела, который имеет великие качества, великие силы. У него есть право использовать их. И он очень хорошо знает это. Он очень удивительно делает все. Он очень удивительно использует свои силы. Как он сжег всю ланку и смеялся над этим. Затем он вытягивал свой хвост, обворачивая его вокруг шеи многих ракшисов. И просто играл с ними, а потом взлетал в воздух, а все они просто раскачивались в воздухе. Так что у ангелов есть и игривость, потому что они столь уверены. Они абсолютно точно знают. Они абсолютно отождествляют себя со своими личностями, со своими силами, с самими собой. Сахаджа-йоги же иногда не понимают что Я превратила вас в ангелов. Я не в святых, а в ангелов. И вы все время защищены. Я могу создавать только лишь ангелов. Я не могу создавать святых. Святые делают себя такими благодаря своим собственным усилиям. Без усилий создавались такие божества, как Ганеша, Картикея, Аннухануман. И вы также созданы в этом же стиле. Поэтому постарайтесь понять, что то, что Я говорю о вас, является истиной. Хотя вы не святые, но в вас продолжают работать всевозможные условности. И вы не знаете, как вам расправить свои крылья. Я все еще иногда думаю, что вы получили свое второе рождение, и все стали подобны ангелам с крыльями. Но, будучи птенцами, вам все еще необходимо учиться летать. Но вы должны наращивать свою уверенность по мере приобретения опыта в сахаджа йоги. Как вы видели вчера, чудеса происходят каждый день, чудеса вокруг нас. Они производятся ангелами, которые стараются убедить вас в том, что вы один из них, присоединяйтесь к их обществу. Так что здесь сидит так много ангелов. Так почему бы нам не думать о трансформации всего мира? У вас есть еще одна способность, которой нет у ангелов. Ангелы не могут поднимать кундалини. Они не могут этого делать. Да, они не беспокоятся об этом. Они находятся здесь, чтобы убивать, сжечь, подавлять, удалять всех людей зла, окружающих вас. Они не могут преобразовывать. Ангелы не могут преобразовывать людей. Поэтому у вас большее права, чем у них в Царстве Божьей. Ведь вы можете поднимать кундалини у людей и давать им реализацию. Но у вас все еще остаются человеческие условности. Например, я как-то надела кольцо, а моя дочь стала поддразнивать меня. Ты должна все время показывать людям этот палец, чтобы они видели твое кольцо. Так что в мирской жизни, чем бы мы ни обладали положением, властью, немедленно это становится видно потому, как вы задираете нос или поджимаете губы. Но вы же боитесь проявить силы, которыми обладаете. Вы боитесь их и говорить о них. использовать их. Представьте себе, обладает таким количеством ангелов. Вся ангелия должна очень быстро получить реализацию. Но мы все еще пытаемся определить, кем мы являемся. Ханумана не было проблем. Потому что он с детства знал, что он ангел. ему предстоит делать работу ангелами. Мы же, родившись людьми, а сейчас став ангелами, находим трудным быть столь же динамичными, как и другие ангелы. Сильны даже ваши мысли, и коллективные, и индивидуальные. ваше внимание обладает силой. Но из-за этих страхов или же условностей, или эго, которое все еще прилипает к вам, вы все еще бродите вокруг ложных вещей. динамизм эта сила, этот динамизм не проявляется. Мы можем винить все, что угодно. Мы можем винить литаргию некоторых стран, эго других стран, но сейчас вы полностью утратили гражданство в своих странах. Сейчас вы вошли в Царство Божье. Вы пребываете в стране, в которой нет границ, в которой нет ограничений. А раз так, то все эти условности, которые все еще остаются в вас, вовсе не должны беспокоить вас. Они не должны расстраивать вас или удерживать от того, что является вашей работой. Представьте себе, Хануману, который был тогда Гавриилом, необходимо было прийти и сказать Марии, что у нее родится ребенок, который является инкарнацией, спасителем. Она была юной девой, ей нужно было сообщить эту новость, которая была ужасной в сравнении с условностями тех дней. Но он сделал это. Мне нужно это сделать, и я сделаю это. Если это приказ, я выполню его. Потому что он знал, что исполнение приказа это его природа. Это встроено в него. и он не будет сомневаться. Он не будет ждать, но как только ему дадут его, он его выполнит. поэтому внутри нас должно быть огромное понимание того, что мы растем внутри. Но если мы не проявляем, не показываем этих качеств, если мы не выражаем свои жизни, своих поступках, своих целях, смысле нашей жизни, тогда сахарджи-йога не распространится и она не окажет вам большую помощь. Та работа, которую вы должны проделывать, не принесет вам никаких проблем. Проблемы есть у меня, не у вас. Вы не должны сталкиваться ни с какими проблемами. Идите и говорите с кем угодно, с кем вам захочется, говорит, они, я бы сказала, с радостью будут слушать вас. Если же они не будут слушать вас, они не навредят вам. Они не смогут нанести вам никакого вреда. У вас имеется величайшая защита. Они не смогут препятствовать вашей работе. Приходца хаджа-йогу не подразумевает, что мы что-то выгодили от этого, что-то получили. Понимаете, есть люди, которые говорят, мы так много сделали для сахаджа-йоги. А что она дала нам? Она дала вам самореализацию. Она дает вам статус ангела. Я хочу сказать, если вы пытаетесь сделать что угодно другое, сможете ли вы получить этот статус ангела? Не сможете. Сахаджа-йога дала вам этот статус. Чего же более вы хотите? Такое никогда не было возможно ранее. Поверьте мне, это была совершенно невозможная ситуация. Если бы это было каким-то образом возможно, тогда Генешвара не принял бы самадхи в столь юном возрасте. И Кабир не сказал бы, о Боже, что мне делать? Этот мир слеп. так что у вас есть эта тонкая сила, с помощью которой вы можете воздействовать на кундалини людей, которые даже не будут догадываться об этом. Но когда вы садитесь в медитацию, вы должны признаться самому себе, «Я ангел». И будучи ангелом, у меня нет привязанности ни к чему, за исключением работы для Бога.